Жили-были в лесу, в теремке. Кот, дров, дай петушок золотой репешок. Как-то раз рано утром кот с дровом собрались срубить дрова, а петушку строго-насливо приказывали. Петушок, петушок, не выглядывай в окошко, мало ли что. Лиса придет, ты выглядишь, а матеря цаплет. И ушли. А лиса дождалась, когда кот с дров уйдет. Пришла в окошко и сапера. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, с желтого болодушка, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Петушок выглянул в окошко, а лиса его сап и утащила. Петушок кричит, кричит. Несет меня лиса за темные лиса, за глубокие реки, за высокие голых. Кот, дров, спасите меня! Кот, дров, услышали и помчались. И побили, и саперушка взяли и пошли домой. На следующее утро кот с дровом опять отправились убить дрова. И строго нас его опять приказывают. Петушок, не выглядывая в окошко, мы еще дальше уйдем. Не услышим твоего голоска. Петушок, а лиса хитрая, опять дождалась. Пришла рядом с домиком, и так Раскова, Раскова, еще Раскова говорит. Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиного горошка, шелкового бородушка. Выгляни в окошко, дам тебе горошко. Бежали ребята, рассыпали пшеницу. Куй, криют, петухам не дают. Ку-ку-ку, как не дают. Петушок выгляни в окошко и сказал. Ку-ку-ку, лиса его сап и утащила. Петушок кричит во все голову. Не стер меня лиса за темные леса, за высокие реки, ой, за глубокие реки, за высокие головы. Кот, дров, спасите меня. Кот, дров, услышали, погнули часть и отобрали лисица петушка. И опять строго на следующий день, опять строго ему приказывают. Петушок, петушок, не выглядывай в окошко, мы еще дальше уйдем. Голос, голоска твоего не услышим. И ушли, а лиса такая, еще друя, пришла и опять начала говорить еще и еще больше ласково головку. Петушок, петушочек, золотой гребешочек, масляного головушка, соково-бородушка, выгрени в окошко, дам тебе, горошком. Бежали ребята, рассыпали орешки. Куры криют, петухам не дают. Ко-ко-ко, как не дают? Выпрыгнул петушок. А лиса его, цап, и схватила. Петушок, как бы ни кричал по всю голову, кот лов его не слышали. Вот вверху из кот лов увидели, что петушка ловит, и сразу помчались его спасать. А петушок в тем временем сидел в клетке у лисы. Тут ребята начали что-то думать. И придумали. Занчик взял струночки и начал на ней играть. Да под пиво. Дылинь, дылинь, струночки. Золотые они. А лиса так... А лисе так понравилось. И она решила выглянуть. Кто это там хорошо поет? Кодров дождались, когда лиса выглянула в окошко И как подралась, лиса ей ноги унесла Ребята схватили петушка и понесли домой Ну вот и сказке конец А кто слушал, молодец!